Кассетный удар. Класс, который с самого начала, как только он зашел в колду, покорил мое сердце, я всегда его считал имбовым, метовым и очень-очень полезным. Многие из вас его недооценивают, читая его бесполезным, неиграющим и так далее. В пятом сезоне разработчики еще и умудрились его немножечко бафнуть, улучшив тем самым его. Сделали они следующее. Это увеличили площадь работы вот этих кассетных снарядов, увеличили кассетные снаряды в принципе и, что немаловажно, дали возможность использовать данный кассетный удар два раза одновременно. То есть вы можете хлопнуть на одну цель кассетный удар и сразу же, если у вас класс заряжен, на вторую цель. И это просто отвал башки. Я настолько кайфую сейчас от игры с ним, что вы даже себе не представляете. Что касается в принципе классов, их ограниченное количество юзают ребята. Это типа Ниндзю, это Шутника, Полтергейст, возможно Реванжер, да, это который сейчас прям заезженная тема. Обратную перемотку и, конечно же, новый класс Звуковая волна. Но я хочу в этом видосе вам показать, на что способен кассетный удар. На примере одной из каток, где этот кассетный удар прям помог мне выжить в соло против сквадов. И как бы проявил себя с самой наилучшей стороны. Возможно, посмотрев этот видос, вы пересмотрите свои взгляды на данный класс. Всем здарова, братва! Вы на канале Лумумба Румумба. С вами, как всегда, Владос. И, как вы поняли, сегодняшний видеоролик будет посвящен именно классу кассетный удар. Я вам покажу каточку, где я его применял максимально эффективно, ну и сами замесы будут очень мясистыми. Всем желаю приятного просмотра, обязательно готовьте что-нибудь повкуснее, свой любимый чаёчек. Ну а мы будем потихонечку начинать. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, дружище! Я сейчас буду говорить очень важную инфу, поэтому не переключайся и ни в коем случае не вырубай видосик. Дорогой друг, если тебе нужны на аккаунт цепишки по очень выгодной цене, если тебе нужны цепишки на аккаунте, заблокирован магазин с цепишками, если тебе нужен боевой пропуск на аккаунте, опять же заблокирован магазин с цепишками, либо просто ты хочешь очень выгодно донатить, то я рекомендую тебе посетить магазин игровой валюты, который называется Лумумба Шоп. Это мой личный магазин, где я лично занимаюсь начислением игровой валюты, отправлением боевых пропусков и, что немаловажно, созданием готовых индийских аккаунтов. Друг мой, если ты хочешь без головной боли, с уверенностью получить цепишки по выгодной цене, обращайся в Лумумба Шоп, всё сделаем в лучшем виде. Ссылочку на мой телеграм-магазин вы можете найти в описании к этому видеоролику, там же вы можете почитать отзывы довольных покупателей. И, господа, тратьте денежку с умом, не ведитесь на разводнички и также закупайтесь валюткой выгодно. Ну а мы возвращаемся к просмотру видеоролика. Так, едем на Лутецкий, пока катка начинается веловато, уже пол катки прошло, половины человек уже нет, а как бы замесов ещё жёстких не было. Так, вижу вертак, это хорошо. Возможно, сейчас мы немножко сможем побарахтаться. Так, снижается, а ну, кассетка, не сработало, понятно. Руки жопки, ещё раз, хорошо. Сейчас в лоб даст, уходим, уходим за скирду сена. Так, ещё раз. Так, всё под себя даём. Ай, на меня тоже кассетку дали. Короче, надо сейчас быстренько отхиливаться и идти в такой лёгенький раш, дабы забрать этого персонажа. По-моему, он там один. По-моему, он там один. Так, 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 так. Да шо ж ты е промахиваешь? А, вижу, вижу, вижу. Хорошо. Ну всё, дядя, ты приплыл. Отлично. Почему он только был один? Видно, что он ещё с командой, но он почему-то здесь один. Возможно, его кореша сейчас подтянут ногу и нужно быть к этому готовым. Пока его полутаем. Всё, кинетика на базе, всё отлично. 117-й тоже заряжен и готов на просто нереальную схватку и развал ягодиц непосредственно соперников. Ожидаем пока здесь. Я думаю, что, возможно, кто-то захочет приехать за его чудным жетончиком, чтобы его возродить в каточку вновь. Так, ну, пока никто не хочет, братик, за тобой возвращаться. Никто не хочет за тобой пока возвращаться. Значит, наберём у тебя кинетики по максимуму, ограбим тебя. О, вертак, вертак, вертак. А вот и вот и братики. Ой-ой-ой, прям на меня под себя даём. Уходим. Уходим, уходим за лут. Ой-ой-ой, ну что, там приплыли, дяди? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо, ещё один. Ещё, 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 ещё. Давай-давай-давай-давай-давай. Так, отлично, минус 2. Минус 2, минус 2. Так, хилився, хилився по-быстренькому, пока есть возможность. Тут ещё и гренадёр был. О, сейчас кассетка помогла. Хорошо, что я вовремя под себя дал именно кассетный удар. Так, ага. Я думал, там кто-то ещё может быть, но там вроде бы никого не было. Так, ну неплохо получилось. Ребят встретили кошерно. Но я предполагал, что они вернутся за этим персонажиком своим. Берём свою любимую, что? Правильно, HDR-очку. Потому что снайпушка, хорошая снайпушка, как нахотка в колдея, она всегда нам пригодится. Всегда. Едем пока дальше в поисках своих соперников, дабы дать кому-то, как бы, люляшечек немножечко выписать. Ну, люляшечек немножечко. Так, так, аккуратненько. Типа ловля на живца. Может кто-то подтянется всё-таки. Так, так, так. А, вижу, 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 вижу. Камазик. Сюда. Кассеточка что? Правильно. Ра-бо-то-ет. Наблюдаем. Просто наблюдаем. Хорошо. Привык, дядя? Привык, мои HDR-очки. Привык. Очень даже привык. Хорошо. Приехал один. Встретил. Как говорится, вот, вот для чего нужен кассетный удар. Неожиданно просто он не ожидал, что будет вот такая вот встреча добродушная и чистосердечная. Так, вроде бы я как мышка туда немножко себя веду. В плане того, что сижу на точечке, встречаю чисто ребятушек, но... Опа-опа-опа-опа. Это уже интересно. По мне работает танк. Обожаю танки, вы же знаете. Делаем дымовую завесу. Я танки очень люблю. Особенно их наказывать. Жесточайшим образом. И танкиста нам нужно не то, что разобрать, а разобрать просто на винтики. И мы это сделаем по-любому. Только единственное, что надо придумать, как это сделать, чтобы мне снаряд не залетел в хребтину. Так, там еще идет какая-то борьба. Так, тут едет мопедушка. Ага, еще тип бежит. Почему-то рейки что? Правильно, не было. Давай-давай-давай-давай-давай. Ага, уходит. На КАМАЗ нужно давать, на КАМАЗ. Да, чтобы ты, падла, там не прятался-то. Кассетка сейчас все сделает. Сейчас все сделает в плане того, что выманит. Немножечко накоцает. Мы его просто доберем. Ну-ну-ну-ну-ну. Доберем. Работает, как швейцарские часы, всегда. Вот для чего нужна кассетная вот эта вот штучка и кассетная вакханалия. Для того, чтобы, если человек зашел на препятствие, точнее игрок, мы могли навести на это препятствие, ему придется, просто придется перетянуться. По-моему, там какие-то были поползновения. Дам туда еще кассетку. На лутейске. Там кто-то за ним прятался. Либо уже у меня глюки. Все, все тоже возможно. Ага. Но это добили мы, да? Или нет? А не, мы, мы все-таки нокнули типа, его поднимал. Аааа, вот она чего. Вот и друг его тоже откинулся, который поднял того типа, которого я нокнул изначально. Я его кассетным ударом опять нокнул, и кореша его добил. Вот такая суетую съемка, говорится. Вот, кассетный удар. Наглядный пример, как он может работать красиво в режиме соло против складов. Не считая... Ой-ой-ой, куда ты бежишь? Куда ты бежишь? А ну, остановись. Хочется дать плюшечку тебе еще. Ай-ай-ай, спина. Спина, спина, спина. Ой, что-то хорошо работает с горы. А что я не вижу? Так. Блин, ну хотелось бы того добить. Не хочется провтыкивать, как бы, кильчик свой. Честно, заслуженный. Вижу, вижу, вижу засвет. Прямо на скале передо мной. Сейчас отхилимся немножко. При этом чекаем спинку, чтобы никто не зашел. Блин, там ваканалия, и вот этот вот тип на горе мне тоже, как бы... Но сейчас будет перетягиваться, потому что, как бы, зона его душит. Блин, сзади ваканалия. Е-мое. А ну-ка, чекнем. Ага, вижу, 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 откуда идет полет пуль. Нужно этого типа закрыть, потому что он сильно опасен для меня. Хорош. Ну, как тебе на скале? А если вот так? Опа, кластер, мастер. Отлетел. Хорошо, хоть без себя не покалечит. Е-мое. Больно, 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 больно. Все, 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 тихо, тихо. Лечимся, перезаряжаемся, прыгаем на мопедушку и валим в зону. Валим, 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 валим. Конечно, опасненько. Тут остался один человек. Остался один человек. В остальном уже все, как бы, разобрались. Нужно его обязательно задушить, додушить. И прям произнести его имя вслух Дабы все знали, что это был последний герой Который сгибнет от плодоса в этой катке А Мухтары, вижу типа Всего доброго, что правильно, яркого настроения Господа, вот такая вот получилась Такая, не сильно мясистая в плане количества киллов катка Но концовка была очень интересная И как бы была показана наглядная работа Непосредственно класса кассетный удар Который мне очень нравится Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу кассетного удара Ну а я погнал для вас делать еще больше крутого контента С вами был Владос, канал Лумумба Румумба Всех обнял, приподнял До встречи в следующих видосах Пока, братва Пока